Армавирсов приглашает в Театр драмы и комедии. 25 марта в 12 часов юные зрители могут увидеть спектакль по русской народной сказке «Царевна лягушка». Вечером в 18 часов «Трифовая невеста» – история первой любви, окутанная наркотическим дурманом. В субботу 24 марта зрителей приглашают в городской дворец культуры, где пройдет фестиваль искусств «52-я кубанская музыкальная весна». В конкурсе примут участие лучшие творческие коллективы филиалов сельских округов. А в воскресенье свои таланты покажут мастера декоративно-прикладного искусства. На ярмарку «Территория творчества» съедется мастеровой лют из городов и станиц Краснодарского края. В доме Савы Дангулова расположился «Мир тонких созвучий». Это персональная выставка члена Творческого союза художников России Владимира Черноуса. Пейзажи, написанные в предгорьях Кавказа, реки, уютные дворики – вся красота Кубани переплетается с буднями Байконура, где служил художник. Если кого-то перестала радовать погода за окном, то настроение поднимет экспрессия цветов в выставочном зале дома Дангулова. Натюрморты художников Краснодарского края поражают буйством красок и фантазией живописцев. В Краевеческом музее до конца марта продлится тематическая выставка «Армавир в огне сражений 20-го столетия». Вашему вниманию подлинные документы военных лет и настоящее стрелковое оружие времен гражданской и Великой Отечественной войн. В Людовом дворце вновь будет жарко. Продолжаются игры в рамках первенства Краснодарского края по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Лидер соревнований команда РЕН-ТВ «Армавир» у себя дома принимает «Легион» из краевой столицы. Встреча состоится 1 апреля в 12 часов дня. Приходите болеть за наших! Еще одно грандиозное спортивное событие. 31 марта в 12 часов «Армавир» присоединиться к всекубанской акции в поддержку Чемпионата мира по футболу 2018 года. Место проведения уточняется. Всю неделю с 26 по 31 марта школьники и студенты будут играть в футбол в рамках городского первенства. 28-29 марта туристы отправятся в хутор новенький Успенского района, чтобы выиграть заветный кубок. Кинотеатры города приглашают на премьеры. Тихоокеанский рубеж 2 является продолжением остросюжетной ленты. Между событиями первой и второй части временной перерыв в 10 лет. В этот раз роботы-ягеря будут защищать землю от нашествия гигантских монстров кайдзю. Индиана Джонс в юбке, неутомимая Лара Крофт, направляется в джунгли, чтобы расследовать загадочную смерть своего отца. Следить за приключениями кролика Питера и Шерлока Гномса можно всей семьей. Более подробно с событиями культурной жизни города можно познакомиться в разделе «Афиша» на портале городармавир.ру.